А что сходило-то? Определение тебе выдали или повестку? Пускай повестка через рамку пройдет. То есть ты с пустыми руками оттуда ушла? Ну, на персону они тебя не развели, но они тебя развели на то, что заседание якобы перенесено, а ни определения, ни повестки тебе не вручили. Вот на это тебя развели. Какое заседание? Оно у вас уже прошло. Ты его сможешь вызвать, суд допросить, что это именно он сказал? Пойду попробую. Нет, не пробовать. Делать или не делать? Не пробовать. Пойду сделаю. Вот, вручите мне копию определения. Я здесь сейчас хочу получить либо повестку. Хорошо. Все, я побежала тогда. Вперед паровозы, решила побежать. У них паровоз, у них административный ресурс большой. Их очень много. Это паровоз целый, машина такая гигантская. Длинная такая, гигантская. А у тебя только две ноги. А ты такая, сейчас я побегу его обгоню. Якобы коронакризис, он же через дела не передается. Никуда я не убегу, я его не украду, оно мне нафиг не надо. Меня радость, я пришла, мне дело перенесли. Я говорю, ну и чему ты радуешься? Ни повестки, ни определения нет. Ты не то, что не победил, ты наоборот создала ситуацию. И им еще возможности для всяких фальсификаций открыла. Не, про меня так не говори, я не адвокат. Мулгаков, адвокат дьявола. Ты в Бога веришь? Мулгаков, адвокат дьявола, ты понял меня? Ну вот, молодец. Чего сразу так не сделал? Слушай, ну за такие слова надо было сразу их подтягивать. Оскорбление при исполнении должностных обязанностей. Нельзя молчать. И скандалить тоже нельзя. Все равно так буду себя вести. Такие вещи нужно пресекать сразу. Добрый день, человек-мужчина с именем собственным Антон. Привет. Звонит женщина, человек с именем собственным Миля. Вот я была сейчас только что в суде. И 21 сегодня в 9.30 должен был состояться суд. Но меня повернули обратно. Якобы судья занята. И будет 25-го числа назначено. На 25-е число. Но я немножко поснимала. Вы можете, как мне вам послать, хотя бы вы немножко могли оценить? Ну как, как? Аккаунт на Ютубе есть? Аккаунт у меня нету. У вас? Ну а почта, наверное, на Gmail? Почта есть у меня. На Gmail? Ну да. Ну так если есть почта на Gmail, то можно и YouTube-канал создать. Заходишь на YouTube и нажимаешь создать канал. И туда можешь загружать бесконечное количество этих видео. Хорошо. Ну сейчас пока не могу, потому что мне надо ехать домой еще. Ну попробуй, может по телефону получится. Попробуй, да. Можно и по телефону это сделать. Угу. Хорошо. А что сходило-то? Определение тебе выдали или повестку на 25-е? Повестку хотели выдать, но мне сказали, пройдите через рамку, чтобы получить эту повестку. Я отказалась пройти через рамку. Пускай повестка через рамку пройдет. Когда они сказали, мы это, ну вот я не догадалась, тогда мы тебе вышли через почту. Сказали. И ушли. То есть ты с пустыми руками оттуда ушла? С пустыми руками ушла. Плохо. Ну ладно, давайте я отправлю, чтобы вот так не вздыхать, не лохать, не ахать. Так а что там на видео? Что-то интересное? Как они меня хотели развести, и я несколько раз почти попалась. Почти-почти. На что развести? Ну, на персону. Ну, на персону они тебя не развели, но они тебя развели на то, что они тебе на словах сказали, что заседание якобы перенесено, что якобы судья перенес, а ни определения, ни повестки тебе не вручили. Вот на это тебя развели. Ну, в следующий раз, в этом у нас ведутся. Ты вот, допустим, придешь 25-го, они скажут, какое заседание? А оно у вас уже прошло, и решение вступило в законную силу, и вы уже профукали сроки апелляции. Вы о чем вообще думали? Почему в прошлый раз не пришли? И что ты им будешь на словах доказывать, что ты приходила? Может, у меня записи есть? Ну, запись-то есть, это хорошо, но они скажут, они же как делают? Они же маски понацепляли. Ты же не записала номера нагрудных знаков, фамилии, имя, отчество, пристава, которое тебе сказал. Ты его сможешь вызвать, суть допросить, что это именно он сказал? Нет, конечно. Ну, вот на это тебя все и развели. Как ты его опознаешь? По голосу? Экспертизу закажешь? Так, а если я сейчас пойду? Чего сейчас? Взять его в повеску на 25 число. Ну, тот пристав, который тебе сказал, он, скорее всего, уже в другом месте служит. Потому что они постоянно меняются, у них ротация постоянная. Это была женщина, но скажу, давайте ему повеску. Они твои слова не услышат. Система слышит слова только через бумагу. Писать надо. Ой, Господи. Он-то тут при чем? Не при чем. Сама двора. На каждом шагу надо ждать подвоха. А я что, ты не слышала моих видео, как я рассказывал? Что там не то, что на каждом шагу, на каждом дыхании, на каждой букве, на каждом движении, на каждой мысли. Ну, что, не слышала эти слова мои? Ну что, пойду попробую. Еще раз. Нет, не пробовать. Делать или не делать. Не пробовать. Пойду. Пробовать это пошел, ткнул, не получилось, ушел обратно. Скажи, дайте мне повестки. Повестку на 25 число. Так как надо говорить вместо пробы? Попробую. Пойду, сделаю. Вот. Спасибо. Только не сделаю, а это, ну, как. Благодарствую. Ну, в принципе, да, делаю. То, что задумала. То есть, получишь либо повестку, либо просто копию постановления. заверенную надлежащим образом. Не постановление, а определение называется. О переносе дела. Определение о переносе дела? Да. Или определение уже, то, что дело уже произошло? Ну, либо то, либо это. Хорошо. Потому что вот там, на месте, надо было сразу это, как говорится, сказать, я хочу получить именно определение о переносе дела. Если вы говорите, что оно было перенесено, так вот дайте, вручите мне копию определения. Я здесь сейчас хочу получить, либо повестку. Хорошо. Все, я побежала тогда. Так побежала, продумай. Ты не хочешь продумать все варианты возможные? Ты вот что, опять это, вперед паровоза, решила побежать? Ну, они сейчас скажут, что пришла через полчаса, через час. Подожди. Подумалась? Смотри, у них паровоз, у них административный ресурс большой. У них и приставы меняются, и эти черные мантии меняются. Их очень много. Это паровоз целый, машина такая гигантская. Длинная такая, гигантская. И она постоянно в движении, она никогда не останавливается. А у тебя только две ноги. Ты сейчас такая, поезд двигается с постоянной скоростью, быстро. А ты такая, сейчас я побегу, его обгоню. Тебе хотя бы, это, заскочить на него, хотя бы. Сделать свое дело, и соскочить. А ты его решила, побежала, типа, сейчас обгоню. Не надо его обгонять. Ты продумай все, как ты будешь делать. А что продумать, если я сейчас в этот момент упущу, там и дальше тяжелее будет? Ничего страшного не случится, если ты со мной еще пять минут поговоришь. По дороге поговорю. Ну, нет, это не будет разговор. Ты меня не услышишь. Я постараюсь. А, то есть ты уже выдвинулась? М? Ты уже выдвинулась? А ну, нет. Я оделась просто. А. Ну, ты что, будешь слушать, нет? Буду, буду, буду. По идее, тебе нужно не только повестку, либо просто это определение вытянуть из них, но еще и желательно прям тут же ознакомиться с материалами дела. Если тебе откажут, скажут, не готово, то тут же прям... Я ознакомилась с материалами дела. Когда? С 16-го. После переноса? Нет. Ну, а зачем ты меня перебиваешь? Я еще не договорил, ты мне это вставляешь. Я уже ознакомилась. Неважно, когда ты вообще и сколько раз ознакомилась. Я тебе говорю, что делать надо. А ты перебиваешь. Надо добиться не только получения повестки, либо определения по делу, но и вообще ознакомиться с делом вновь. Ты имеешь право на любой стадии, сколько угодно, и по времени, и по количеству раз ознакомиться с материалами дела. Поэтому ты прям там же, скажи, я хочу ознакомиться с материалами дела. Убедиться вообще, что там вот это определение есть, а оно пришито туда. Вот. И если тебя там откажут, начнут там типа, вот, надо за это... Ходотайство написать, что на ознакомление с материалами, тут же пиши, бери бумажку, ручку и пиши. Воле зрения, я хочу ознакомиться с... Чтобы меня ознакомились немедленно, безотлагательно и срочно. Хорошо. С материалами дела. И организовали такую возможность в течение часа. И все, и ждешь этот час, стоишь там им это... Можешь лекции им там это рассказать. Что в мире творится, новости. Хорошо. Ну и не забывай, что надо желательно и аудио, и видео делать. Так, они меня еще толкают в рамку эту, в рамку наглядную. А зачем? Не проходи. Скажи, вынести мне сюда дело, я здесь вас сфотографирую. Хорошо. Дела-то у вас не вирусные. Вирус... Ваш этот... Как он... Якобы коронакризис, он же через дела не передается. Вы же маски на дела-то не надеваете. Ну так в чем проблема? Вынести его сюда, да и все. Вот это дело. Если вам надо, чтобы хоть кто-то прошел через рамку, ну так вот это дело пронесите сквозь рамку, да и все. Вот здесь на столе я это сфоткаю. Никуда я не убегу, я его не украду, оно мне нафиг не надо. Хорошо. Ясно, как разговаривать надо? Ясно. Ну, разговор могу разместить для всех? Разместите. Может, поможет там это тоже точно так же, как ясно. Уже многие так же звонили и говорят, вот, у меня радость, я пришла, мне дело перенесли. Я говорю, ну и чему ты радуешься? Ни повестки, ни определения нет. Я не радуюсь, просто-напросто я сегодня уже настроена была и представляла, как я с таким видом с победным выхожу с победой. Плохо слышно. И представляла, что я с победой выхожу. Ну, вот с такой же представленной победой ты и вышла. А когда мне позвонила, я тебе развел вот эти твои фантазии, что ты победила. Да. Ты не то, что не победила, ты наоборот создала ситуацию, которую... Да, да, да. Вот и себя. Ты им... Работы себе прибавила. Ну да, ты и результата не достигла, и заседания не провела, и им еще возможности для всяких фальсификаций открыла. Я могу там судей сказать, что я позвонила адвокату, адвокат не сказал, нет? Ты про меня, что ли? Да. Не, про меня так не говори, я не адвокат. Мулгаков, адвокат дьявола. Ты Бога веришь? Мулгаков, адвокат дьявола, ты понял меня? Да. Хорошо. Сама додумалась, потому что мне некогда потом то ли получу я, то ли не получу это письмо. А зачем тебе? Зачем тебе на кого-то насылаться? Чем больше ты на кого-то ссылаешься, тем меньше к тебе доверия. Ты от себя говори. Скажи, тогда не успела, у меня времени не было, а вот сейчас мне, сейчас мне надо, я хочу. Хорошо, да. Все, ты на улице уже? Алло. Да, 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 я иду, слушаю. А, ну, у тебя там ветер просто дует? Ветер, да, тут. Ну, что, все тогда у меня. У тебя есть еще вопросы? Да, у меня больше нет вопросов. Большое благодарствую за консультацию. Благодарствую. Давай, счастливого дача. человек, мужчина Антона, Миле. Я получила извещение, но обещали, что ничего нету, просто судья об уголовном деле находится. Поэтому мы вам, говорит, даем, ничего, не бойтесь, ну, типа того, что ничего там такого не произойдет. ты за извещение расписалась? Расписалась без оборота на меня, человек, женщина, Миля. Вот, вот так расписалась сегодняшняя дата. Ну, вот, молодец. Чего сразу так не сделал? Ну, вот, не догадалась. Все нормально, судья или судебный пристав, эта женщина, она мне говорит, а как вы следующий раз пройдете? Они же так не пропустят. Я говорю, с вашего разрешения пропустят. Она сама вышла, сама через рамку вышла, мне передала. вот так вот. Ты с ними никогда не совься, ты им по-дружески рассказываешь всегда. А я по-дружески говорю, вы тоже через эту рамку сильно часто не проходите. Тут женщины заболевают раковыми заболеваниями. Ну, вроде бы мы хорошо расстались, все нормально, она говорит, не переживайте. Ну, все. А когда придешь, сразу звонишь в секретариат, я пришла на судебное заседание, якобы на судебное заседание. Хочу пройти мимо рамки. Я не отказываюсь от осмотра ручным металлодетектором. Я хочу пройти мимо стационарного, стационарной рамки металлодетектора. Все. Да. Хотя бы так научись ходить. Мы действительно не двое знаете, сейчас выгоняли. Вы же отказались, идите домой, это сейчас мы полицию вызовем. Нам кажется, что умственная недостаточная умственная. Ну, умственная отсталая. У вас по психиатрии говорят, все нормально. Слушай, ну, за такие слова надо было сразу их подтягивать. Фамилия, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака, записываешь на бумажку, вызываешь полицию, пишешь заявление, оскорбление при исполнении должностных обязанностей. Они же мне говорят, где ваши бумажки, я говорю, моя бумажка, вы судьи вели. Ты меня услышала, нет? Я услышала, услышала, все нормально, я знаю. Ну, если так не хочешь, то хотя бы удаленно отправь сообщение о совершенном преступлении, превышение должностных полномочий. По УПК 141 пускай их затаскают. И обязательно тут же на месте им сказать. просто у меня вот такое желание, не хочу никому плохо делать. Пусть с ними варетом делаются. Это тебе плохо сделали, а ты молчишь. Нельзя молчать. И скандалить тоже нельзя. Нельзя на них с кулаками набрасываться, да кто вы такие, кто вам дал право и все такое. Просто сказать. Вы меня сейчас обозвали беспричинно, бездоказательно. Я на вас буду жаловаться, когда на должностное лицо. А по человечески вам просто скажу, вы просто не правы. Потому что вы меня не знаете и у вас нету никаких оснований вообще мыслить так, говорить так, и тем более в общественном месте так заявлять при всех. Тем более при исполнении должности полномочий. преступления на собраниях, ну на этих где господи прокуроры. Ну у вас действительно уже выработался характер. А я все равно волну и дрожу. Ну не знаю, если б тебя пакет на голову одевали и электрошокером ударили, я думаю у тебя тоже характер появился. Тем более я одна со мной некому ходить. Хотя бы кто был разный. Какая разница один не один. Я даже если один буду, все равно так буду себя вести. Все равно найду слова, чтобы и мне хуже не стало, и другим дать понять, что впредь прошу общаться аккуратнее и уважительно. То ли это дедный пристав, то это семья, она же мне говорит, вы пошли против системы. Подожди, ты услышала. Ты такие вещи, да слушай, ты такие вещи никогда не пропускай мимо ушей и никогда не улыбайся в ответ. Такие вещи нужно пресекать сразу. он сейчас сказал вот это, что типа ты ку-ку, он намекнул. Если ты это скушала, ничего в ответ не сказала, то все кто это слышал, они и дальше будут и думать и говорить, что ты ку-ку, потому что ты это скушала, если еще раз скушаешь. Ладно, благодарствую тебе, Антон, что через каждые пять минут я тебе позвонила, но видео постараюсь послать если у меня там получилось. Давай. Давай, счастливо, благодарствую. Субтитры Субтитры